Без всякого преувеличения можно сказать, что в 13-м, в 14-м, в довоенном году уровень жизни рабочих в Российской империи был такой, о котором в дальнейшем приходилось только мечтать. Есть такой расчет, сколько картофеля можно купить на среднюю зарплату рабочего, служащего и так далее. Так вот, на среднюю зарплату российского рабочего в 13-м году можно было купить больше, чем полторы тонны картофеля. В благополучных 80-х, начало 80-х годов, чуть меньше тонны. А, скажем, в 2008 году только 600 килограмм. Но такое благополучие было, конечно, не всегда. До 1905 года положение рабочих во многом было очень тяжелым. Жизнь в бараках, зачастую антисанитария, медицинское обслуживание, отсутствие профсоюзов. Но после событий 1905 года, после потрясающих совершенно реформ перепуганного правительства, положение по-настоящему улучшилось. К 13-му году 30% рабочих жили в съемных квартирах, а 70% рабочих жили либо в собственных квартирах, либо получали бесплатное жилье. 70% рабочих к 1913 году. В 1906 году появились профсоюзы. В 1912 году было введено обязательное страхование рабочих. Раньше, чем в Европе и Соединенных Штатах Америки. Это в Российской империи. И президент Соединенных Штатов Америки Уильям Таффт сказал, что ваш император создал такое совершеннейшее рабочее законодательство в вашей стране, в Российской империи, которым не может похвастаться ни одна другая страна. Конечно, время было военное и очень тяжелое. Но в Российской империи тяготы войны ни в какое сравнение не шли с теми испытаниями, которые были, предположим, в Германии и Австро-Венгрии. В России не голодали, а в Германии от голода умерли миллион человек. Много удивительного, непонятного и абсурдного открывается в нашей истории при внимательном взгляде на нее. Время было военное. Но рабочие требовали сокращения рабочего дня. Во многих странах рабочий день был 11 часов. В России 9 с половиной часов. Иногда 8. В редких случаях. Но, сами подумайте, война. Все силы брошены на оборону. Необходимо обеспечивать армию и оружием, и боеприпасом, обеспечивать тыл. И в ситуации войны требовать сокращения рабочего дня. Есть здесь что-то абсурдное. И в 1313 году, и во время войны, в 14, 15, 16 годах Россия была и оставалась одной из ведущих экономик в мире. Если посмотреть на то, что представляла собой российская экономика, то это будет по-настоящему поразительная и прекрасная картина. В 1913 году Российская империя производила 9,4% валового внутреннего мирового продукта. За время правления Николая II, этого бездарного, слабого, никчемного, неудачливого правителя, промышленность России росла невероятными темпами. В 4 раза с 1894 года по 1717 год выросло производство чагуна. В 5 раз меди. Ткани в 2 раза. Каменный уголь в 5 раз. С 2 до 5 миллионов увеличилось количество рабочих за 20 лет. К примеру, в 1901 году в России добыли 12 миллионов тонн нефти. В Соединенных Штатах 10 миллионов тонн. И, кстати, в Российской империи законом было запрещено экспортировать сырую нефть. Только продукты переработки. В 5,5 раз вырос государственный бюджет страны за время правления Николая II. Процентная ставка Госбанка не превышала 5%. Золотой запас вырос почти в 4 раза. Доходы казны росли в России без введения новых налогов и без повышения старых. Кстати, в России налоги были в 2 раза ниже, чем, скажем, во Франции. И в 4 раза ниже, чем в Великобритании. Но самое главное достояние страны – это ее народ. За время правления Николая II за 20 лет на 50 миллионов выросло население России. Что это означает? Это означает то, что значительно улучшилось здравоохранение. Значительно уменьшилось количество младенческих и детских смертей. Значительно вырос уровень жизни. В 1898 году в Российской империи была введена бесплатная медицинская помощь. Да, еще была нищета. Многие и рабочие, и крестьяне в конце 19 века жили весьма бедно. Но уже начались развиваться, строиться земские больницы. Земские врачи, мы знаем это хотя бы по художественной литературе, были образцами и профессионализма, и самоотверженности. В 1917 году две трети населения страны получали бесплатную медицинскую помощь. И какого качества бесплатную? Прибавилось за 20 лет 50 миллионов населения. До 1913 года, начиная с начала века, более чем в три раза возросли вложения государства в медицину. По числу врачей Россия занимала второе место в Европе и третье место в мире. Уровень медицинской помощи был, конечно же, разным. Но больницы в больших городах, в Киеве, в Нижнем Новгороде, в Москве, в Санкт-Петербурге, могли соперничать по уровню квалификации врачей и по оказываемой медицинской помощи с больницами европейских столиц. Именно в России появились первые станции скорой помощи. Участковые врачи стали выдавать больным больничные листы. Женские консультации, молочные кухни – это то, что впервые в 20 веке появилось именно в России. Один из выдающихся организаторов медицины в Европе, Эрестман, писал, «Медицинская организация, созданная российским земством, была наибольшим достижением нашей эпохи в области социальной медицины». Это швейцарец пишет, так как осуществляла бесплатную медицинскую помощь, открытую каждому, и имела еще глубокое и воспитательное значение. Образование в Российской империи было одним из лучших в мире. Именно при Николае II, а не при советской власти, было начато дело всеобщего начального образования. В 1908 году в Дума поступил законопроект о всеобщем начальном образовании. Дума затянула процесс утверждения этого закона, но правительство Николая II начало дело. И вот вам результат. В 1920 году наркомат просвещения, наркомпрос, решил поисследовать, а сколько же подростков грамотные на 1920 год. И с изумлением красные комиссары обнаружили, что процент грамотности среди подростков с 10 до 16 лет 83%. Гражданская война. С 1918 года очень многие школы не работают. Разруха. Это были как раз те дети, которые и в церковно-приходских школах, и в светских школах получали начальное образование. Более чем в 6 раз вырос бюджет на образование за время правления Николая II. 10 тысяч учебных заведений ежегодно открывались по всей территории Российской империи. Россия занимала третье место в мире по количеству студентов, такое же, как в Великобритании. Мы делили это третье место с огромной, гигантской, самой большой в мире на тот момент державой. Особой заботой и императора Николая II, и всех кабинетов его правительств был транспорт. Громадная страна. Вопрос транспорта номер один. Российский речной флот за годы правления Николая II стал первым в мире. Более чем в два раза увеличилась протяженность железных дорог. Знаменитая Транссибирская магистраль была построена за 14 лет. Абсолютно рекордные сроки. Ее и начинал, когда еще наследник Николай Александрович. И это было, в общем-то, делом его жизни. Он был шефом строительства этой железной дороги по благословению его отца, императора Александра III. Чтобы понять, насколько сложно и беспрецедентно удачно было это строительство, давайте сравним. Транссибирская магистраль – самая крупная в мире стратегическая дорога. Строилась со скоростью 500 километров в год. Это по нашим сибирским лесам, рекам, бесконечным болотам. Для сравнения, немцы строили железную дорогу Стамбул-Багдад со скоростью 120 километров в год. Понятно, что условия строительства там были совершенно другие на юге. А англичане задумали построить трансафриканскую дорогу Каир-Кейптаун. Прокладывали ее со скоростью не 500 километров в год, как Трансиб, а 300 километров в год, что тоже, в общем-то, очень неплохо. Но так ее, честно говоря, и не достроили. Ну и для сравнения, в СССР знаменитая Байкало-Амурская магистраль. По тем же лесам, по той же тайге, по тем же болотам вся страна участвовала в этом строительстве. Темпы строительства не превышали 200 километров в год. Другая важнейшая железная дорога была проложена при Николае II в Мурманск. Собственно говоря, Николай II и основал этот город. Романов на Мурмане. Темпы роста промышленности, благосостояния населения, темпы прироста населения были настолько беспрецедентными, что наш великий ученый Дмитрий Иванович Менделеев представил обществу абсолютно научный прогноз. К 2000 году население России должно было составить почти 600 миллионов человек. Сейчас, зная, что нас 147 миллионов, задаешься вопросом, а что же, собственно говоря, произошло? Но прогнозы делались не только нашими отечественными учеными. В 1912 году в Россию прибыл французский экономист Эдмон Терри. Он был главным редактором крупнейшего французского экономического журнала. Приехал к нам с группой своих сотрудников по поручению нескольких французских министров. Франция в то время была одним из основных наших кредиторов. Мы получали довольно большие займы у Французской республики. И в задачи Эдмон Терри входило проанализировать, насколько российская экономика стабильно и сможет справиться с теми задачами, которые ставит царское правительство, начиная с 1913 года, а к 1917 году должно было произойти в том числе и перевооружение российской армии. И вот отдадут ли русские кредиты французским банкирам? Не блеев ли это? Вот такова была главная задача, главный вопрос, поставленный перед французскими экономистами. И вот что пишет в своем заключении Эдмон Терри, побывав и в России, и исследовав ее экономику. Если дела европейских наций будут с 1912 года по 1950 идти так же, как они шли с 1900 по 1912, Россия к середине текущего века будет господствовать над Европой как в политическом, так и в экономическом и финансовом отношении. На самом деле так оно и получилось. Россия к середине 20 века стала одной из ведущих экономик в мире. Второй. 22, кажется, процента мирового ВВП было у Советского Союза. Но какими жертвами, какими усилиями, какой страшной кровью были достигнуты эти экономические успехи. Ничего подобного принудительному труду в ГУЛАГах, нищенским зарплатам рабочих, отсутствием зарплат у крестьян и практически крепостным правом вторых, трудоднями, когда у крестьян не было и паспортов, они не могли выехать из своих деревень. Репрессиями, отсутствием элементарных свобод. Ничего этого не было в Российской империи. И именно вот такими небывалыми, страшными народными усилиями был достигнут рассвет экономики в нашем прекрасном, замечательном государстве. Я без всякой иронии говорю, я родился в этом государстве в Советском Союзе. Но без боли невозможно думать о том, какими жертвами давалось это великое и необходимое могущество Советского Союза. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова